Если ты ждал новую серию по Зельде, то с тебя лайкос, если ты его еще не поставил, и конечно же подписочка, если ты еще не подписан. Приветищи, это Зельда, и мы продолжаем спасение всего этого мира хайрулского. Если ты не помнишь, что мы находимся в затерянном лесу, а если более конкретно, то в дереве, где живут маленькие короки. Да, меня попросили называть все-таки короков правильно, я их называл раньше корками, теперь буду называть короками. Просто это сложнее выговаривать, но, ну да ладно, так правильнее. Значит, наша цель с тобой сегодня вытащить в обязательном порядке все-таки этот долбанный меч, который застрял в этом камне. Кстати, интересно, а кто его сюда затолкал? Вот это вот самый главный вопрос. Неважно, я сейчас попытаюсь обхитрить всю эту систему. Смотри, что у меня есть. Я перед началом записи накуролесил тут себе интересное блюдо. Вот такое вот, смотри. Чудесные грибы на пару называется. Если я его съем, то на некоторое время мне прибавится плюс 4 сердца. И в общей сложности у меня получается 12 сердец. Этого, конечно, недостаточно, но ничего страшного. Одно сердечко мы сейчас вымолим с тобой у статуи. Пойдем это сделаем. Значит, статуя у нас находится в дупле. Где-то здесь, вот она наша статуя. Давай помолимся. Статуя, дай мне, пожалуйста, капсулу сердца. Вот она, наш прекрасненький сердечко. Здоровенная. Больше, чем моя башкинь. И больше, чем моя грудная клетка. Отлично. Теперь у нас 9 сердец. Что ж, пойдем попробуем обхитрить систему короков. Очень даже любопытно, получится у нас это сделать или нет. Вначале давай посмотрим так, сможем ли мы вытащить или нет. Вытягиваем. Давай, Алинг, ты сможешь. Нам нафиг 13 сердец. Не сдались. Итак, вытащим. Довольно. Офига себе, в этот раз нас дерево остановило. А я думал, у нас больше не будет останавливать. Удивительно. Так, короче. Все-таки нам этих сердец недостаточно. Поэтому кушаем блюдо. Съесть. Вот отлично. Теперь у нас плюс 4 сердца. Это фальшивые сердца. Но кто знает, может быть и с ними что-нибудь прокатит. Ну что, давай, Алинг, попробуем. Ааа, нет, ну блин. Они фальшивые сердца убрали. Капец, не получится у нас. Не получится. Что ты смеешься? А чего так робко-то? Возвращайся и попытай свое счастье еще раз, когда обретешь стремление к успеху. Спасибо тебе, дерево. Мы сейчас с тобой вымолим еще одно сердце. Итого у нас теперь 10 сердец. Осталось еще 3. И естественно, как мы с тобой понимаем, чтобы получить больше сердец, настоящих сердец, нам нужно проходить испытания. Что ж, давай пройдемся по тем испытаниям, которые мы не смогли ранее пройти. А именно, вот это святилище. Светилище Тенокоса. Испытание силы 3. Это святилище из воспоминания. Сюда приходила принцесса Хайрула. И пыталась пройти в это самое святилище. Вот он, наш главный соперник. Робот с мощным оружием. Механизм с тремя руками. Мы уже таки побеждали, я думаю, что сложности не должно возникнуть. Поэтому давай попробуем его разгромить. Иди сюда. А, черт. Долбанный щит. У меня тоже же такое же оружие, как у него. Так, он сейчас будет крутиться. Давай. Налетай на меня. Есть шанс. Раскручиваемся и дубасим его. Черт возьми. Топорик сломался. У нас там был еще один топорик. Точнее, не топорик, а страж меч. Что ж. Другого выбора у нас нет. Уберем его. Опа. Опа. Ага. В этот раз мы помощнее, явно. Как насчет... ...зарядить в него леденящую стрелу? Отлично. Ты куда укатился, э? Чучмек. Ну, блин. А, лазер свой запустил. Черт, у меня выносливость закончилась. Сердца, которые были фальшивы. Четыре штуки, я их профукал. Ну вот. Видал? Вот это да, вот это да. Опа-па-па-па-па-па-па. Началось представление. Сейчас меня будут лупить. Хорошими такими знатными выстрелами. Один. Два. Черт, поджогся. Ой-ой-ой-ой-ой. Где мои котлеты? Помчали. Мимо. Еще разок. Хо-хо. Оп. Это было рядышком. Давай, Линк. Нужно набираем мощь. Все, бежать надо, бежать надо, бежать. Косой, косой, косой. У нас лезь закончилась. Ух. Еще бы чуть-чуть, и мне бы почти зарядили. Беги. Есть. Еще чуть-чуть осталось. Котовченко. Наконец-то. Быстренько забираем все оружие его. Пока он не бомбанул. Фух. Наконец-то мы это испытание с тобой прошли. Короче. Оружие после взрыва механизма не пропадает. И не взрывается, не исчезает. Как мы думали, когда я сражался с ЛЖ Ганноном на Ванна Борисе. Давай посмотрим, что в этом сундучке. Я думаю, тут что-то должно быть очень кайфовое. Какое-нибудь классное снаряжение. Рыцарьская алебарда. Ну вот. Наконец-то мы это святилище прошли. Ну а сейчас нам нужно найти еще одно святилище. Так. Куда же мы с тобой попрем? Вот это святилище мы не прошли. Шаварова. Есть еще какие-нибудь святилища, которые мы не прошли. Опа. Это что такое? Святилище Ракозунзо. И оно причем светится как-то странно. По-другому. Не так, как все. Не синим, а каким-то оранжевым. Ну-ка, пошли туда. А, я туда не могу телепортнуться. Давай вначале портнемся в город Геруда, да тут добежим. Сейчас мы с тобой попробуем поймать котика дикого. Надеюсь, мы это сделаем с первой попыточки. Есть! Поймался! Красавчик наш! И теперь мы едем в святилище. А-а-а! Это то святилище, которое мы выиграли в гонках на котиках. Все понятно. Что ж, давай зайдем туда и посмотрим. Какое испытание приготовило нам это святилище? Дар Ракозунзо. А тут испытаний никаких нет. Тут просто стоит ящик и... Пожалуйста, забирай его и подходи к самому старейшину. Может, ящик и что-то крутое? Щит Солнца. Роскошный щит, который носят только Геруда, достигший уровня командира. Украшен драгоценными камнями, обеспечивает хорошую защиту. Такое нам всегда пригодится. Спасибо тебе, старейшина, за этот подгончик. Опачки. Вышли, называется, на улицу. Сразу замерзли. Давай-ка мы отсюда свалим. И свалим мы в институт Хотена. Давненько мы там не были. К тому же у меня есть ядра, которые нам помогут улучшить наш камень-шика. Хотенский институт. Блин. А где вход-то? Вот это вход. Да, точно. Потерялся немножечко. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваш ничего? Вы все еще молоды и выглядите как детсадовец, да? Приветик. Ну что, принес древние детали? Да, вот детали. Какую руну будем апгрейдить? Ну, последняя осталась. Это стазис. Стазис, значит. Тогда прошу три древних ядра. Пожалуйста. Еще я хочу услышать один решительный щелк. Ну ладно, щелк. Вот так. Апгрейдим стазис. Терминал разблокирован. Начинаем. Главное, чтобы у меня там ничего не бомбануло от ваших манипуляций с апгрейдом. Камень шика принят. Улучшение стазиса. Стазис плюс. Улучшенный стазис действует даже на монстров. Блин, но то, что улучшенный стазис теперь действует еще и на монстров. Это просто роскошно. Мой терминальчик такой молодец. Слушай, мы же прокачали твой камень шика по полной. Ну, меч ты держать умеешь. Так что теперь ты готов вообще ко всему. Даже к встрече с Гананом. Но насчет этого я еще сомневаюсь. Спасибо тебе за все. Полезный апгрейд выполнено. Наконец-то с Хатенским институтом у нас все. Валим отсюда. Свобода! Я сбежал уже с института. Ну вот, старина, мы к тебе вернулись. Нам нужна твоя песня-загадка. Есть кто не помнит? Из предыдущих серий это Каз. Каз у нас птица-барт-путешественник. Путешествует и поет загадочные песни. Если эту песню отгадать, то появится святилище. Офигеть, я его могу останавливать. Тише, тише, тишина. Не играй на гармонии. Соблюдай тишину. Ладно, давай поболтаем. А то я забыл совсем, про что ты там пел. Сквозь два кольца стрелу пусти. Ну-ка, с не томи. Давай. Следующую строчку. И миру явится святилище. Героя испытания. Только через какое кольцо нам нужно пустить? Вот что нам предстоит сейчас выяснить. Надо, короче, найти грамотно расположенные кольца. Чтобы стрельнуть. Так, здесь, наверное, никак. Вот с этого кольца, в принципе, вполне реально попасть вон в то. Но нам понадобится лук на длинную дистанцию. А это у нас золотой лук. Так, значит. И нужно попасть вон туда. Ну-ка. Есть! Ай, да ладно. Ты посмотри, где оно было-то. Там даже шапка его не торчала, этого святилища. Надеюсь, что в нем испытаний проходить не нужно. Пойдем глянем. Сквозь два кольца. Задание выполнено. Зигзаг. Так, святилище Шимдагоз. Нас встречают сразу же две кнопки. Нажмем одну. Так, так, так. Что, что, что? А, вон. Шар катится. Катится и попадает в паз. Отлично. Это кнопка. Шарик падает с другой стороны. А, ну там все понятно. Все ясно теперь. Так. Черт. Бежим сюда быстрее, 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 быстрее. Есть! Успели. Но тут все просто. Без всяких заморочек. Ну вот, это святилище оказалось слишком простым, незамысловатым. Дай попробуем подойти к кассу и сказать, что мы разгадали его. Песенную загадку. А посмотри, а касса-то здесь больше и нету. Он, видимо, дождался, когда я разгадаю его загадку, посмотрел на это и свалил. Ах, негодяй. Я думал, он нам какой-нибудь подарочек даст. Ну ладно, фиг с ним. Следующая загадка о кассе находится здесь. Светилище вон там. Мы видим торчащую его верхушку. Давай поговорим с кассом. Рад встрече. Мы же только что с тобой виделись. Хочешь послушать старую песню этих краев? Ну давай. Я с удовольствием спою ее для тебя. Встань в то место, что башня укажет, Когда свет небесный льется с севера-запада. Ты всветила, выпусти стрелу, И святилище предстанет перед тобой. В общем, нам нужно, чтобы солнце светило с севера-запада. Вот так вот мы стоим на север, Чуть-чуть на запад. Получается, что солнце должно светить вон оттуда. Вон. Вон оттуда. Вон тень башни. Мы можем даже заметить, как она перемещается. Короче, давай спустимся вон туда. Поближе к светилищу. Опа. И ждем, пока тень этой башни упадет куда-то сюда. Во! Смотри сейчас! Ну-ка. И что-то как-то я стрельнул, нифига. Куда-то встать, может, надо? Так, встанем вот сюда. Прям ровненько. И стрельнем вон туда. Есть! А само светилище-то находится в другом месте. Оказывается, это была просто платформа. Что ж, куда укажет тень? Выполнено. Пойдем теперь в это светилище. Испытание силы 2. Светилище Сасакай. Ух, ну, поскольку это светилище испытания силы 2, я думаю, что тут будет все попроще. Давай возьмем вот этот крепкий меч. Ну, у этого стража всего две руки. Я думаю... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот это поворот. Короче, я взял топорик. И просто его сейчас буду месить. Отставить тебя. Кстати, надо стазис попробовать. Ну-ка, где мой стазис? Стазис, стазис, стазис. Вот так вот. Подожди, братюнь. Ох, как ему досталось! Готовченко! Быстренько наш страж сдох. Пойдем посмотрим, что у нас в сундучке. Меч Мороза. Здорово, малец, как твои дела? Мяу! Эй, дядя! Что случилось? Я нашел такую крутую штуку. Хочешь, покажу? Ну, давай, показывай. Ура! Идем за мной. Ну, веди меня. Куда этот малец нас хочет завести? Пришел, короче, в деревню Хатена. Побродить по магазинам. И что-то решил поболтать с детишками. Дети всегда знают всякие интересные места. Вот один из них мне показывает. Что-то интересное. Так. Опачки, это что за фигня? Что за демон? Ну-ка, тебе рассказывай. Вот! Круто, правда? Эта статуя похожа на ту, которая стоит у дома старосты. У дома старосты? Погоди, я могу молиться этому демону? Обалдеть. Ну, давай посмотрим. Ух ты ж, какая она темная. Хе-хе-хе-хе. Ну, хоть кто-то мне еще молится. Ты говоришь? Ммм, ты что? Меня слышишь? Ну, да. Вот так сюрприз. А чего тебе надо? О чем меня молишь? Хочешь долго жить? Или, может, сказочно разбогодеять? Всем вам нужно одно и то же. В общем, ты обратился по адресу. Я раньше был богом, между прочим. Приторговал жизнью и силами. И неплохо на этом зарабатывал. Пока не узнал о богине Кайли. Вот за это она и превратила меня в каменного идола. Наказал, так сказать. Местные называют меня рогатым истуканом. Никакого уважения. Даже птичий помет с меня не убирают. Я тебе авторитетно заявляю. Таким отношением ничего не справишь. Поэтому я готов дальше торговать жизнью и силами. Просто ждал того, кто меня услышит. И дождался. Молодец, что пришел. Ну что, поторгуем? Ха. Так, сейчас стой. Не дергайся. О, пачки. Не понял. Это ты чего у меня сердце забрал? Ты офигел? Я еще даже не дал тебе слова. Я эти сердца, блин, доставал. Капец. Он взял и мне сердце забрал. Кое-что я еще все-таки умею. Забрал у тебя капсулу. И даже шрама не оставил. Погоди, погоди. Меняла капсул. А, подожди. Верни мне сердце. Ну чего тебе? Не намолился еще? Отдай мне капсулу, говорю. Ух, какие мы грозные. Ты обиделся, что ли? Расслабься. Я заинтересован в длительном сотрудничестве. Я не хочу тебя обманывать. Какую капсулу хочешь взять? Ах да, ты же не знаешь. Я уже говорил, что когда-то торговал жизнью и силами. Нюанс в следующем. Я могу превращать капсулу сердца в капсулу энергии. И наоборот. За небольшую плату, конечно. Дай сердце. Сердце мне верни. Ладно. Только не шевелись. Фух. Ну, слава богу, он мне вернул сердце. Отлично. Что ты так недоверчиво смотришь? Будь спокоен. Я тебя не обижу. Давай-ка так. Теперь ты знаешь, на что я способен. А я знаю, что ты надежный клиент. Отныне ты можешь продавать мне свои капсулы. Я буду брать их по сто рупий за штуку. Что-то как-то маловато тебе не кажется? А вот чтобы выкупить у меня капсулу, тебе придется выложить 120 рупий. Как ты уже понял, капсулы можешь заказывать любые. Я их превращаю туда-сюда, как захочу. В общем, молись мне почаще. Хе-хе-хе-хе-хе. Пока. Меняла капсул. Выполнено. Так, подожди. Получается, что у меня же есть две дополнительные энергии. И в принципе, я могу их поменять на сердца. Чтобы вытащить меч. Подожди, меняла. А, это ты. Будешь менять капсулы или как? Буду, буду. Такс. У меня сейчас нет ни одной твоей капсулы. Значит, ты хочешь мне их продать, верно? Да, хочу продать. Какую капсулу хочешь продать? Капсулу энергии. Значит, ты мне капсулу энергии, а я тебе 100 рупий, верно? Да, 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 да. По рукам. Так, 100 рупий, отлично. Он забрал у меня капсулу энергии. Хочешь продать мне еще одну капсулу энергии? Да, забирай вторую. Значит, ты мне капсулу энергии, а я тебе 100 рупий, верно? Ага. По рукам. Все, он забрал у меня все капсулы. Все капсулы энергии. Все, капсулы энергии у тебя кончились. Всего у меня две твоих капсулы. Что будем делать? Продай мне капсулы обратно, только веди сердец. Какую капсулу хочешь выкупить? Капсулу сердца. Значит, я тебе капсулу сердца, а ты мне 120 рупий, верно? Ай, разводня какой, ну да. По рукам. Обалдеть. Вот это меняло, вот это ты меня выручил. У меня есть еще одна твоя капсула. Купишь еще одну капсулу сердца? Да. Значит, я тебе капсулу сердца, а ты мне снова 120 рупий. Хорошо. По рукам. Ништяк. Так, с у меня сейчас нет ни одной твоей капсулы. Значит, ты хочешь мне их продать, верно? Нет, ничего, я уже не хочу. Ну и иди. Ты только не обижайся, ага, статую. Так, значит, у нас теперь... Раз, два, три. Двенадцать сердец. Мы можем теперь со спокойной душой телепортироваться в деревню Короков. Итак, у нас с тобой есть четыре сферы духа, которые мы можем обменять еще на одно сердце. Но я хочу попробовать вытащить этот меч с двенадцатью сердцами. Попробуем. Ну что, Линк, ты готов? Давай, тушься. Ага. Фух, успел. Ты недостаточно силен. Посвяти себя тренировкам. Но в этот раз у тебя почти получилось. Ну да. Все-таки нужно еще одно сердце. О, великая статуя, я молюсь тебе. И прошу тебя дать мне еще одну капсулу сердца. Пожалуйста. Спасибки. Вы очень щедры. Ну вот, теперь у нас тринадцать сердец. С этими сердцами, по идее, я теперь смогу вытащить меч. Главное, кони не двинуть. Пока я его буду вытаскивать. Надеюсь, что все пройдет успешно. Давай, Линк. Я верю. Теперь мы с тобой достаточно мощные. Первое сердце пошло. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. Восьмое. Девятое. Десятое. Одиннадцатое. Двенадцатое. Продолжение следует... Субтитры создал DimaTorzok Прошу тебя, дожди из того дня, когда придёт твой господин. Конечно, ты прав. После такого долгого сна он вряд ли будет что-то помнить, но... Я уверена, он придёт сюда. Обязательно придёт. Священница Хайрула, скажи мне, что ты намерена предпринять? Этот меч, высший меч, он объяснил мне, что мне нужно делать. Что я ещё в силах помочь. Сила твоя велика, как никогда. Древо Деку, прошу. Когда он придёт, я верю, что он придёт. Пожалуйста, скажи ему, скажи, что я... Постой, постой. Есть слова, которые нельзя передать. Тебе самой нужно сказать ему всё. Ты понимаешь, о чём я? Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...